Еще раз всей стране мы рады сказать, доброй-доброй ранец Беларуси. Если с утра пораньше вы задаетесь вопросом, что такое съесть, чтобы похудеть, то пришло ваше время, делайте звук погромче. Прямо сейчас в нашей студии наш диетолог Светлана Кашицкая. И предваряя тему ее сегодняшнего монолога диетического, назовем его так, царица, я бы сказала, царица полей Светлана Кашицкая. Света, доброе утро. Доброе утро. Всем огромное спасибо. Но вот при слове кукуруза я действительно вспоминаю задорную царицу полей из доброго советского фильма «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Поговорим сегодня о ней. Вот эти золотые початки кукурузы, знакомые всем и каждому с детства, это непременный летний и осенний атрибут. Но кукуруза не только любимое лакомство, но и очень полезный продукт. Кукуруза, мои дорогие, это не фрукт, это не овощ, а знаете, что это? А что же это тогда? Это злак. Калорийность кукурузы на 100 грамм составляет 100-110 калорий. Это, дорогие мои, достаточно много. Поэтому не советую есть ее каждый день, не чаще двух раз в неделю. Надо же, я обожаю, например, кукурузную кашу. То есть я понимаю, что увлекаться кукурузной кашей, да, с маслицем, в общем, не стоит. Не самая, да, такая полезная история, если вы хотите сохранить свою фигуру. Удар по бедрам. Но кукуруза и кукурузная каша полезна, потому что она сбалансирована по составу белков, жиров, углеводов. Она, кстати, богата клетчаткой и не содержит клейковины. Клетчатка нам помогает улучшать моторику кишечника, а отсутствие клейковины делает кукурузу максимально универсальной пищей, не имеющих противопоказаний, которые свойственны, например, пшенице. И поэтому одинаково подходит для здоровых людей и для тех, кто вынужден внимательно относиться к составу продуктов. Редкий и труднонаходимый в других продуктах элемент, содержащийся в кукурузе, как вы думаете, что это? Любопытно. Ну, тут можно предположить все, что угодно. Неужели в ней содержится, я не знаю, какой-то прям драгоценный металл? Да, это золото. Конечно, золото содержится в кукурузе в микропропорциях таких, но и этого хватает, чтобы питать наш мозг для его лучшей работы драгметаллом. А еще она содержит калий, магний, витамин D, витамины группы B, железо, селен, прекрасную аминокислоту триптофан, которая дает нам настроение. Если большинство овощей при термической обработке теряют большую часть своей пользы, то кукуруза, мои дорогие, нет. А вот в консервированной кукурузе также содержатся многие витамины и минеральные вещества, но их концентрация становится уже в разы меньше. Важно, что в 100 граммах кукурузного зерна содержится половина того объема пищевых волокон, который нужно употреблять ежедневно. Поэтому регулярное употребление в пищу кукурузы помогает снизить уровень холестерина, улучшает работу пищеварительного тракта и улучшает работу сердечно-сосудистой нашей системы. Кстати, в составе кукурузного зерна имеется крахмал и легко усвояемые углеводы. Поэтому советую не набрасываться на эти початки каждый день, чтобы не набрать вес. Калорийность кукурузы с маслом уже становится 140 килокалорий. Поэтому порция взрослого человека около 200 граммов. То есть одного початка будет вполне достаточно, чтобы получить суточную норму. Света, я вот что подумала, наши люди-то любят кукурузу, это правда, особенно в летнее время. Но любят ее солью, например, тем самым, я так понимаю, повышая колораж. Ну, колораж здесь не особо повышается, но повышается история в том, что соль задерживает воду. Соль это полезный продукт, но она задерживает воду. Это здравствуйте отеки. Да, если у вас есть склонность к отекам, то будьте осторожны и не пересаливайте. Ну и еще, если вы переборщите с кукурузой, то у вас могут возникнуть тяжелость желудки, повышенное газообразование и даже несварение. Поэтому пусть это будет для вас лакомство, а не еда. И лучше, чтобы это был отдельный прием пищи, чтобы не было вот таких неприятных последствий. Вкусная кукуруза всегда ассоциируется с летом и теплом. Ее можно сварить, ее можно запечь и даже приготовить на гриле. Попробуйте разные варианты и получайте пользу от нашей царицы полей. Вот я расскажу свой любимый рецепт про кукурузу. Эту рубрику мы обожаем. Давай, Света. Я собираю маленькие початки кукурузы, когда она еще не выросла. Вот такие. Когда еще не затвердели вот эти зернышки, и когда еще вот эта серединка, которую мы потом выбрасываем, она съедобная. Еще говорят, это кукуруза как будто молочная. Молочная, абсолютно верно. И смешиваю оливковое масло, выдавлю туда чеснок. Это маринад для кукурузы. И выкладываю просто на решетку. Буквально 3-5 минут. Это шикарный гарнир. Великолепный, который насыщает. Прям вилочкой вот так нарезаешь. В баночке, видели кукурузу? Мы же ее едим, вот такие маленькие початки. Да, такие маленькие початки. Да, маринованные. Миниатюрные просто, скромные. Вот, и вот можно приготовить на решетке. Но тогда, когда она молодая. Потрясающе. Это действительно очень вкусно и очень питательно и ценно. Честно скажу, у меня сейчас слюнки потекли немного. Захотелось, да, кукуруза на гриле, например. Сейчас надо подобрать как-то. Ох, друзья, надеюсь, мы вас вдохновили. И почему бы сегодня, в эту прекрасную пятницу, не устроить такой вот пикник? При участнике кукурузы в том числе. Полакомиться. Свет, спасибо большое, что рассказала нам столько полезной информации. Еще и рецептом поделилась. Будем пробовать.